Здравствуйте! С вами снова Дмитрий и уроки от Energizer. Третий урок, третий по счету урок, как сделать скриншоты. Поставлюсь как можно короче, потому что некоторые жаловались, что прошлый урок по платежной системе PerfectMoney был достаточно длинный. Друзья, информации столько, что информацию, которую я уложил в 19 минут, но никак ее в 5 минут не уложишь. Суть не в этом. Сегодняшний урок у нас, как сделать скриншот. И в конце этого урока будет небольшой бонус для вас, небольшой подарок в дополнение к сегодняшнему уроку. Итак, способов сделать скриншот достаточно много. Я расскажу два из них. Достаточно простых. И вот второй способ вместе с тем функциональный. Так, первый способ. В любом способе, для того, чтобы начать делать скриншот, допустим, представим, что мы хотим сделать скриншот этой страницы. Мои страницы на YouTube. Вот я хочу сделать отпечаток страницы. Что такое скриншот вообще? Скриншот это отпечаток страницы на экране. Отпечаток того, что на экране. Так вот, я хочу сделать отпечаток вот этой страницы. Значит, первое, что необходимо сделать, это нажать на клавиатуре кнопочку «Принт скрин». Она находится с правой стороны клавиатуры, вверху. Вот есть блок «Нумлок», да, там где цифры, слэши, стрелочки и так далее. Вот следующий блок справа, вверху, там кнопка «Принт скрин». Ну, она может быть немножко в другом месте у вас находится на клавиатуре, но в любом случае справа. Так вот, я нажал кнопочку «Принт скрин». Теперь, что я делаю? Я нажимаю кнопку «Пуск». Знаете, да, где она находится? Слева на мониторе внизу. Перехожу в «Все программы». Выбираю «Стандартные». И здесь выбираю программу «Пайнт». Открывается передо мной программа «Пайнт». Она по умолчанию встроенная в Windows, так что она у вас будет. В любом случае, вам не придется ее скачивать. Какой бы Windows у вас не был. Здесь что мы делаем? Здесь мы нажимаем «Вставить». И вот я расширю сейчас на «Ск». Вот видим, да, что у нас то, что мы скопировали, вставилось. Теперь мы можем редактировать этот файл, то есть, используя функционал этой программы. Функционал программы «Пайнт». Мы можем тут что-нибудь стереть. Вот, допустим, нажать «Стерочку». «Стереть». Можем нажать «Пипетку». Взять, допустим, цвет вот синий. Потом нажать «Кисть» и вот этим синим цветом что-нибудь тут нарисовать, тут показать, написать. Вот это я, да? Я написал. Ну, то есть, используя вот этот весь функционал, я просто не буду сейчас рассказывать о функционале программы «Пайнт», потому что урок не об этом. Урок о том, как сделать скриншот. Далее, что мы делаем? Мы нажимаем либо «Сохранить». Вот сразу нажимаем «Сохранить». В левом верхнем углу значок при наведении на него вы увидите сразу там «Сохранить текущее изображение». Либо мы нажимаем вот это выпадающее меню и здесь выбираем «Сохранить как». В чем разница «Сохранить» и «Сохранить как»? «Сохранить» это просто вам предложат сохранить уже в том варианте, в котором есть. А «Сохранить как» мы можем выбрать тут формат изображения. PNG, JPEG, BMP. Самые распространенные форматы для сохранения картинок это PNG и JPEG. Посмотрю, для чего, ну вот в нашем случае JPEG даже, да? Выбираем JPEG, выбираем место, куда нам сохранить, например, на рабочий стол. Называем. По умолчанию картинка называется безымянной. «Скрин YouTube». И нажимаем «Сохранить». Картинка будет лежать у нас на рабочем столе. Давайте проверим. Вот наша картинка. «Скрин YouTube». Вот что у нас получилось. Видите, все, что мы делали на экране, все оно и все, что мы редактировали, все сохранилось. Также мы можем тут выделить какой-то фрагмент. Допустим, вот эту вот картинку со мной. Потом нажимаем «Обрезать». Все остальное, кроме выделенного нами, обрезается. Получается вот такая вот картинка. Ну а далее то же самое. Выбираем там формат, нажимаем «Сохранить». Я вам показал несколько вариантов, что вы можете сделать с картинкой. Там нарисовать, стереть. Достаточно тут широкий функционал. Можно стрелочки всякие рисовать, цветами заливать и так далее. Но не суть. И теперь второй способ. Для того, чтобы выделить не весь экран, а сразу часть экрана. И с большим функционалом есть программа «Снегит». Ссылка на эту программу будет под видео. Вот мы ее запустили. Ну, прежде чем запускать ее, естественно, необходимо установить. Нажимаем «Ок». Здесь мы сразу сможем выбрать «Область», «Окно», «Экран полностью». Даже есть функция, что мы можем прокрутку скроллом заснять, так сказать. Ну и так далее. У меня вот это выбрано всегда по умолчанию. Закрываем. Там все сохранилось. Теперь мы нажимаем опять кнопку «Принтскрин». Видите, нам уже предлагают выбрать область сразу. Мы выбираем вот эту, допустим, область. И сразу открывается эта область в этой программе. То есть нам не надо там выбирать программу, нажимать «Вставить». Поэтому тоже удобство этой программы «Снегит». Вот мы скопировали этот рисунок, он вставился. Но я тоже не буду полностью функционал рассказывать «Снегит». Это отдельный урок нужен по этой программе. Просто некоторые моменты расскажу. Вот, допустим, стрелочку можем сделать. Там текст вставить сюда в облаке. Причем облако мы тоже можем выбрать, какое нам необходимо. Можем вставить просто текст. Туда, куда мы хотим. Сюда, сюда, сюда. Ну, в любое место. Также можем стереть что-нибудь там, какую-нибудь часть. Ну и так далее. Теперь для того, чтобы сохранить, мы можем также нажать «Сохранить» сразу. Тут кнопка в левом верхней части экрана будет кнопка «Сохранить». Либо нажать вот эту вот кнопку. Здесь выбрать «Сохранить как» и выбрать, как в той программе мы, в предыдущей программе, в памяти мы выбирали, в каком формате сохранить. Нажимаем «Стандартный формат». Из вот этого выпадающего меню мы можем выбрать также «JPEG», «BMP», «PNG» и так далее, «PDF». То есть функционалы этой программы более расширены. Программа удобнее, на мой взгляд. А там уже выбирайте сами. Ну, вот, собственно, название тут можете поменять и нажать «Сохранить». И то же самое выбрать место, где сохранить. Нажать «Сохранить» и, в принципе, то же самое произойдет. Картинка, та картинка вами отредактирована, она появится на вашем, ну, в нашем случае на рабочем столе. Нам же мало ее просто картинку эту создать, да, там, сохранить. Нам же нужно ее еще и передать. То есть мы хотим не просто передать там, допустим, в «Скайпе» или «ВКонтакте» или где-то еще. Мы хотим ссылочку вставить. Для этого мы заходим вот в эту программу «Онлайн». Заходим на эту программу. Ссылка на нее будет также у меня под видео. Называется программа «Радикал Фото». Здесь что нам необходимо сделать? Мы нажимаем кнопку «Выберите файл». Выбираем рабочий стол, поскольку картинка лежит у нас на рабочем столе. Выбираем эту картинку. Мы ее называли «Screen YouTube», да. И вот, собственно, этот файл перед нами открывается. Здесь есть Photoshop встроенный онлайн, который можем подредактировать. Нажимаем «Загрузить». В итоге что мы получаем? Мы получаем желаемый результат. Вот она ссылка. Вот код картинки. Тема, опять же, отдельного урока работы с программой «Радикал Фото». Вот копируем эту ссылку и вставляем туда, куда нам необходимо. Вот эти все два способа, достаточно простые. Первый способ через «Пайн», второй способ через «Снегет». Выкладываем через «Радикал Фото». Еще раз повторюсь, что ссылки на «Снегет» и ссылка на «Радикал Фото» будет под этим видео. И теперь обещанный бонус. Как часто бывает, что нам нужно сократить ссылку, которая очень длинная. Допустим, если в «Википедии копировать ссылки, они очень длинные. Или, допустим, нам нужно скрыть реферальную ссылку. Потому что некоторые люди, видя, что ссылка реферальная, обрезают ее, как-то урезают, дабы ни в коем случае не зарегистрироваться под нас. Хотя они ничего не теряют. Но вот есть такие люди, не хотят они регистрироваться под кого-то, да? И обрезают реферальные ссылки. Так вот, для того, чтобы скрыть реферальную ссылку или обрезать длинную, есть программа, которая обрезает эти ссылки и скрывает. Ссылка на эту программу также будет у меня под видео, на страницу. Допустим, я кому-то хочу отправить информацию о себе. Я захожу в раздел «Обо мне», копирую вот эту ссылку. Перехожу в эту программу, вставляю вот в это поле ссылку, которую я предварительно скопировал. И нажимаю «Сократить». И вот появляется такая коротенькая, какая бы она ни была длинная, она станет короткой. Сокращенная ссылка. Мы ее копируем и отсылаем, либо вставляем, куда нам необходимо. Вот такой вот бонус, очень полезный на самом деле. В определенных моментах иногда очень быстро необходимо сократить ссылку. Программа работает онлайн, так что ее даже запускать не надо. Перейти по ссылке на эту программу, вставить скопированную ссылку, нажать «Сократить» и получится вот такая короткая ссылка. На этом все. Следующий урок у нас будет «Как скачать видео с YouTube, ВКонтакте». Желаю вам удачи. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Следите за новостями. С вами был Дмитрий Энерджайзер. Всем пока!